Весь свой первый год Андрюша провел совершенно один в мире, где не берут на руки и не поют колыбельных песен, где никогда не выключается свет и не бывает тишины в отделениях реанимации и интенсивной терапии. Малыш стойко вынес ВСВ, выкарабкался из этого небытия, из мира страха и боли. К сожалению, из-за недоношенности и ретинопатии зрения малыша сильно пострадало, Андрюша почти не видит. Также у него есть проблемы по неврологии, весь год он изо всех сил старался выжить и не было возможности проводить реабилитацию. Ее начали после года, но за короткий срок Андрюша показал огромный прогресс. С того момента, как малыш оказался в отделении и за ним стала ухаживать чудесная неня, волонтер, мальчик расцвел, начал реагировать на людей, просить есть, немного гулить и иногда жаловаться. Андрюша научился дышать и есть самостоятельно, без аппаратов и зондов. Благодаря любви и заботе от вышел из своего мира одиночества и темноты. Он начал играть и погремушками. А недавно произошло чудо. Медсестры и няня заметили, что малыш кратко прослеживает за игрушкой без звука. Это значит зрение утрачено не полностью. Андрюше нужна особая реабилитация, разработанная для детей со сниженным зрением, чтобы научить его познавать мир при помощи других органов чувств, которые у него не пострадали. Малыш прекрасно слышит и даже узнает по звуку людей, которые к нему подходят, отличает свою любимую няню от других. Сейчас самое главное, что нужно Андрюше, это тепло и забота материнских рук, любящее материнское сердце. У Андрюши нет мамы, нет совсем никого, он один в этом огромном и неласковом мире. Его родители не смогли забрать его из больницы. Мы очень надеемся, что Андрюша найдет своих настоящих родителей, которые полюбят этого чудесного, светлого и невероятно сильного мальчика, окружат его заботой и теплом, любовью и помогут ему реализовать тот реабилитационный потенциал, который у него есть. Для более подробной информации об Андрюше и возможности оформления опеки и усыновления просьба обращаться к сотрудникам фонда, которые помогут найти мальчика в федеральной базе детей-сирот. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.